Добрый день! Это итоги дня информационного портала улправда.ру в студии Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские железнодорожники пересядут на цифровые тепловозы. В Новомолыклинском районе объединяют школу и детский сад. Много пить в облипочку не носить. Как ульяновцам спастись от жары? Группа Hi-Fi поздравит горожан с Днем России. В распоряжении ульянских железнодорожников прибыли несколько грузовых тепловозов. Модель новая. Первый такой тепловоз был выпущен только в 2015 году. На церемонии ввода в эксплуатацию побывала наша съемочная группа. Пересвет. В честь легендарного богатыря носит свое название современные тепловозы серии 2Т-25КМ. Восемь новых локомотивов поступили в Ульяновское железнодорожное депо. Они будут служить для перевозки грузов. Составы совсем новые. В качестве даты постройки на них отмечен мая этого года. Тепловоз заменит депо устаревшей модели локомотивов, которые выработали свой срок эксплуатации. Они отличаются большей мощностью и грузоподъемностью. Вместе с тем тепловозы тратят меньше топлива. Эти тепловозы более современные. Те можно назвать тепловозом аналогом. Это как назвать цифровые тепловозы. Все электроника, компьютеры стоят. Уже аналоговых приборов и приборов безопасных очень мало. В основном все электроника. Машинисты депо прошли переобучение для работы на пересветах. Работать на них значительно комфортнее. Кабина оборудована кондиционером. Есть даже микроволновка, чтобы разогреть обед. А мягкие и удобные кресла, кстати, сделаны на ульяновском предприятии. Улучшенные условия труда включают в себя и большее внимание к вопросам безопасности. Там и камера установлена, и реглами переговоров, в которые можно будет записываться. Видно, будут ошибки и локомотивной бригады. И вопрос, если сказать, что на сегодняшний день и ремонтный персонал, который будет ремонтировать, более удобный для ремонта, ремонтопригодный, чем старая серия локомотивов была. Новые локомотивы будут перевозить грузы от Инзии до Кондрова, Башкирии. Восемь новых составов – это далеко не все, что область получит в этом году. До конца года планируется общее количество новых тепловозов 20, которые прибудут в Ульяновск. В прошлом году была завершена программа обновления парка тепловозов для пассажирских поездов и составов. Кроме этого, мы получили в регионы около 30 новых современных вагонов дальнего следования. В следующем году замена локомотивов продолжится. Планируется, что Ульяновское депо получит не менее 20 тепловозов. Кроме того, будут меняться локомотивы маневрового парка. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня «Ульяновская правда». Для более эффективной работы организации соцсферы губернатор Ульяновской области создал рабочие группы. Главы ведомств, депутаты и общественные деятели теперь решают проблемы коллективно. На заседании по вопросам образования побывал наш корреспондент. За последние годы молодое поколение все чаще покидает деревни и села. Как следствие, детей в глубинках становится все меньше. Из-за этого появляются школы с двумя учениками и детские сады, в которых воспитателей больше, чем малышей. Решать подобные проблемы необходимо коллективно при поддержке Минобра и региональных властей. Для этого в Ульяновском правительстве была создана комиссия, которую возглавила первый заместитель председателя правительства Екатерина Уба. Спасибо всем тем, кто услышал поручение губернатора и его очень четкий посыл по поводу того, что без прохождения обсуждения на комиссии такие решения, ни одним учредителем, будь то орган исполнительной власти или муниципальное образование проводиться не может. И окончательный вариант решения озвучен быть тоже не может. После вступительного слова перешли к делу. Из села Средний Сантимир Новомалоклинского района поступило предложение о присоединении детского сада к общеобразовательной школе. По словам местного начальника управления образования, оптимизация необходима. Если учреждения объединят, то педагоги не останутся без работы, и финансовые вопросы будут решаться намного эффективнее. Необходимость реорганизации фенериала обусловлены необходимостью эффективного использования кадрового и финансовых ресурсов. Реорганизация детского сада Теременок не влечет изменения режима работы, а также изменения условий труда для работников. Детский сад станет структурным подразделением школы. Екатерина Уба и министр образования Наталья Семенова выслушали предложение и отнеслись к нему положительно. Для того, чтобы слияние двух учебных заведений воплотилось в жизнь, местный образовательный актив должен предоставить дорожную карту. На заседании Новомалоклинским районом не ограничились. В Ульяновском, Старокулаткинском и Цельнинском тоже назревают перемены. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Изнурительная летняя жара не щадит никого. Непривычные к температурным рекордам люди чувствуют себя ужасно в душной и знойной атмосфере. Наша съемочная группа узнала у горожан и спросила советов у специалиста, как правильно пережить жаркую погоду. Подробности в нашем сюжете. На термометре плюс 30. Наступило долгожданное лето, а вместе с ним в среднюю полосу России пришла жара. Высокие температуры изнуряющие действуют как на взрослых, так и на детей. И кроме этого могут причинить серьезный вред здоровью. На открытом воздухе можно запросто получить тепловой удар. А использование кондиционера в офисах и квартирах провоцирует развитие простудных заболеваний. Как уберечь себя в летние жаркие деньки, мы спросили у специалиста. На самом деле способов защиты, наверное, универсального не существует. Оно должно быть комплексное. Ну и когда мы говорим о комплексном воздействии, наверное, в первую очередь мы должны с вами вспоминать о, наверное, водном режиме. То, что непосредственно 100% нас может защитить от перегревания. Исключить полностью следует газировку и слабоалкогольные напитки. Содержание сахара в газированных напитках так высоко, что утолить жажду лимонадом не получится. А употребление алкоголя в жару способно нанести непоправимый вред организму. Оптимальный выбор – это негазированная вода, зеленый чай и травяные сборы, которые к тому же полезны для здоровья. В день человек должен выпивать от 2,5 до 3 литров, чтобы не нарушать водный баланс в организме. Кроме этого, в жаркую погоду важно носить правильную, легкую и необтягивающую одежду, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Также необходимо носить головной убор, чтобы защитить голову от солнца. В помещении можно использовать вентиляторы и кондиционеры. Однако следует помнить, что от человека техника должна быть минимум в 3 метрах и не иметь прямой направленности. Если мы говорим о кондиционере, то мы должны с вами всегда помнить, что это должно быть. Разница между, допустим, уличной температурой внутри помещения никогда не должна превышать 10 градусов. На улице 30, кондиционер не ниже 20. Это во избежание, конечно, простудных заболеваний. Летом простудные заболевания протекают достаточно тяжело, тоже с достаточно большими осложнениями гнойно-септическими. Ульяновцы в большинстве своем рады приходу жарких деньков и спасаются от солнечных лучей разными способами. Пью побольше воды, холодной желательно, и стараюсь меньше находиться под солнцем. Нам хорошо, тепло. А как вы спасаетесь от жары? Вот в тенечке. А какие способности вы еще знаете? Веер, кондиционер. Мы просто пьем воду. Побольше воды, побольше жидкости, холодный душ. Тоже полезно. Сижу в холодном помещении. А какие еще способы знаете, как можно спастись? Квас попить. В холодильник закрыться, не знаю. Если все же случилась беда, человек получил тепловой удар, то нужно не заниматься самолечением, а обратиться в больницу. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ. Среда, 12 июня в нашей стране объявлена выходным днем. По этому случаю в регионе пройдет около 300 праздничных мероприятий. Основные действия развернутся на главных площадках областного центра. На площади Ленина, Соборной, Эспланаде, Бульваре Новый Венец и в сквере Карамзина. В 10.45 праздник откроет шествие участников первого Всероссийского казачьего фестиваля «12 жемчужин» от Соборной площади по Эспланаде до площади Ленина. В 11 утра на площади Ленина стартует программа «Народы едины под солнцем России». Вечерняя программа стартует в 19.00 на площади Ленина. Откроет ее концерт с участием лучших региональных коллективов «Завтра России зависит от нас». В 9 вечера на праздники выступит российская музыкальная группа «Хай-фай». На сцену поднимутся Тимофей Пронькин и солистка Марина Дождина. Их поддержат два танцора из Москвы. По завершении концерта столичных артистов в 22.00 прогремит праздничный салют. С полной программой празднования можно ознакомиться на сайтах Министерства искусства и Уллправда.ру. Также в День России в центре города пройдет традиционный День молока. Тематический праздник жители региона смогут отметить на площадке напротив Краеведческого музея с 10 до 14.00. На Венце будет представлена выставка дегустации от крупных предприятий производителей молочной продукции Ульяновской области. Также в работе площадки примут участие фермерские хозяйства, которые имеют свою переработку молока. Всех участников ожидает дегустация молочной продукции, творческая программа, конкурсы с подарками. А в завершении состоится розыгрыш среди гостей на призы от компаний. Безопасность глазами детей. В Ульяновской области подвели итоги ежегодного масштабного детского конкурса творческих работ. Подробности у Ринаты Алиуловой. Кто-то рисовал сам, а кому-то помогали родители. 540 детей со всей Ульяновской области приняли участие в ежегодном конкурсе творческих работ. В этом году он был посвящен теме безопасности и тому, как дети представляют ее. Номинаций, как и возрастных групп, было несколько. Так, ребята присылали работы на тему «Дети интернет», «Сохраним природу вместе». Через творчество рассказывали о счастье в своей семье и безопасности на дорогах. Конкурс прошел под эгидой уполномоченного по правам ребенка Ульяновской области совместно с региональной организацией «Рериховский центр духовной культуры». В этом году детский конкурс также поддержал Ульяновский клуб лидеров НКО. С нашей точки зрения очень важная тема – безопасность глазами детей. Эта тема актуальна в каком смысле? Что мы должны понять, видят ли дети, в чем их подстригает опасность, как они ее видят. Безопасность – это сейчас самое главное, но безопасность детей – это очень главнее, наверное, некуда. Вот то, что здесь на рисунках есть – это безопасность, то, что они видят. Поэтому считаю, что вот этот конкурс «Безопасность глазами детей» – самое важное. Потому что мы видим одно, дети видят другое. Шестилетний Ярослав и трехлетний Вова Масленцова в подобном конкурсе участие принимают впервые. Старший брат помогал рисовать младшему, а родители наблюдали за процессом со стороны. Нам в садике объявили о конкурсе, но рисовали дети совместно. Они несколько дней рисовали, пока все собирали. Сначала карандашом, потому что процесс длительный, формат побольше, поэтому рисовали. Вова, ты что рисовал? Я – светофор. Светофор? А какой он у тебя? Какие там цвета были? В светофоре. Бедный, деленый, кладный. И как футболка твоя? Желтый. Желтый. Желтый был. Ярослав, кто у тебя дорогу переходил? Кот? Кот. А к чему кот? А? Почему кот именно? Потому что ему захотелось идти домой, потому что уже был обед, и ему надо было идти домой есть. А кто ему помог дорогу перейти? ЕВДД. Десятилетняя Ульяна в своей работе попыталась предупредить об опасностях, с которыми ее сверстники могут встретиться во всемирной паутине. Я хотела этим показать, что детям не всегда полезно быть в интернете. Там может взваться очень много опасностей. Я думаю, что родителям надо проверять, что именно смотрит их ребенок. Итоги конкурса фото, рисунков и видеоработ подвели накануне в Малом зале Ленинского мемориала. Ребятам вручили не только грамоты, но и ценные призы. А в фойе здания развернулась выставка рисунков победителей. Всего 180 работ. В течение года они будут путешествовать по соцучреждениям региона вместе со своими авторами. Кто шагает дружно в ряду, это наш юит-отряд. Там, где нет БДД, мы напомним БДД. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Завтра в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 22 градуса. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50 на информационном портале управда.ру. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok